Юрий, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Юрий, скажите, пожалуйста, наверняка слышали, что мы сейчас говорили. Что сейчас происходит в Херсонской и Харьковской областях? Насколько там велики успехи вооруженных сил Украины? Если говорить о Херсонской области, точнее о правобережном плацдарме или плацдарме на западном берегу Днепра, как угодно. Мне больше нравится термин «правобережье». Но он исторический такой. Там происходят очень важные события. Я не исключаю, что если темп наступления в СССР сохранится, а темп наступления примерно 10 километров в день, если продвигаться с боями, действительно войска Украины продвигаются с достаточно тяжелыми боями, это очень высокий темп наступления. Такое бывает редко. И свидетельствует о том, что российские войска в общем уже всерьез сопротивляться не в силах в этой зоне. Теперь интересно, понимаете, то, что войска ВСУ двигаются как бы с северо-востока на юго-запад, то есть во фланг тем группировкам, которые были дислоцированы на правом берегу, и, соответственно, прошу прощения, и, соответственно... Да, мы пока возвращаемся в студию. Ну, так бывает, особенность прямого эфира. Давайте пока мы вернемся в нашу уютную студию, пока ждем Юрия, который к нам с минуты вернется в эфир, надеюсь, и продолжим говорить. Ты знаешь, сегодня, я хотел немножко забегать вперед, но много говорят про то, что Харьковская область, этим не ограничатся успехи ВСУ. Ну, давай об этом... Это логично, да, давай продолжим говорить нашим экспертам Юрием Федоровым. Да, я прошу прощения, забыл отключить телефон. Так вот, наступление идет на флангах, против фланга российской группировки, что, естественно, облегчает продвижение войск Украины, потому как на фланге, видимо, не было создано серьезной оборонительной линии, серьезной обороны, тогда как все оборонительные линии, нахуй там насчитывается три, они были сделаны или расположены так, чтобы отражать наступление, которое предполагалось, как оно может идти вдоль такой границы или линии соприкосновения, которая шла параллельно Днепру. Вот, если будет достигнут успех, успех будет достигнут, и войска будут продвигаться дальше Украины, значит, тогда российская группировка на западном берегу, причем вот в ее северной части, эта группировка была предназначена изначально для наступления на Кривой Рог, но это наступление, в общем, сорвано уже давно, и держали ее только для того, чтобы не допустить падения Херсона. Говорят о том, что Путин лично распорядился ни в коем случае никаких войск с права бережья не выводить, ну, просто для того, чтобы сохранить Херсон. Падение Херсона, как вы понимаете, в условиях, когда готовилось то, что произошло вот в последние дни, то есть аннексия Херсонской области, ну, представить себе, что аннексирована область без столицы, ну, это как-то, согласитесь, нелепо. Вот, на севере, в Донецкой области, прошу прощения, в Харьковской области, произошли еще более интересные события. Войска российские из-под Лимана благополучно, ну, частично, конечно, неблагополучно в кавычках, значит, сбежали в район криминальной. А у нас есть даже карта, Юрий, простите, что я вас остановил. Сейчас, простите, одну секунду, давайте покажем еще карту под ваш комментарий, как менялось. Они оккупировали эту территорию на днях, и Лиман входил по их картам в их границы оккупированной, и теперь Россия, да, простите, Юрий, что вас перебил. Да, ничего, ничего. Вот, и мы видим, что такие же потери у них и на Херсонском направлении, часть территорий. Да, вот видите, уже на правом бережье освобождено, но, как я понимаю, уже процентов, наверное, 30 вот этого плацдарма. И там линия проходит, если на карте это и не видно, но просто, да, если кто-нибудь посмотрит на более подробную карту, там линия будет проходить между Давыдовым, соединять Давыдов-Брод и село Дудчаны. Ну, вот примерно по этой линии, значит, сейчас складывается зона соприкосновения. А что касается, да, Лимана. Ну, войска, российские войска ушли под Кремнину, и, соответственно, освободили путь на Сватово. И там просто не хватает ресурсов у России для того, чтобы защищать два направления. Направление на Кремнину и направление на Сватово. Ну, было сделано, было принято решение защищать Кремнину. Туда были отведены войска, хотя их могли перебросить и под Сватово. Тогда теперь путь практически, я думаю, что путь на Сватово не то, чтобы открыть, но, по крайней мере, есть совершенно реальная перспектива того, что Сватово будет занято, потому что на него двигаются ВСУ с двух направлений. Из Купенска, с северо-запада, да, из-под района, из-под Купенска. Там уже создан плацдарм на левом берегу Оскола. И, ну, есть все шансы для того, чтобы двигаться вперед. И вот те войска, которые занимали Лиман, ну, наверное, не те войска, потому что те части, которые заняли Лиман, они, естественно, будут отводиться на отдых, там, пополнение и так далее. Но на их место приходят части из резерва. А резервных частей соединений у ВСУ достаточно много, в отличие от русской, от российской армии. И, да, потери, ну, поражения российской армии, как под Херсоном, так и надвигающиеся, так и уже состоявшееся поражение под Лиманом, в значительной мере обусловлено было нехваткой резервов. Ну, просто нет возможности отводить в тыл уставшие и потрепанные части, заменять их свежими. Свежих частей нет. Все, что есть, ну, практически все, что есть, все воюет на фронте. Юрий, у меня вопрос относительно заявлений недавних о том, что Украина, официальный Киев, дал гарантии администрации Байдена о том, что будет извещать их о возможности их задействовать оружие, которое бьет на дальность более 300 километров. Скажите, насколько Украина вооружена таким серьезным, тяжелым вооружением? И, на ваш взгляд, насколько нам стоит ожидать какие-то удары, то есть когда уже Украина будет вести необоронительные, атакующие и наступательные действия на позиции Путина еще более агрессивно, еще более масштабно? Ну, как я понимаю, я могу ошибаться, но я понимаю ситуацию следующим образом. Идут сейчас разговоры о том, чтобы дать Украине, ну или чтобы Украина получила от Соединенных Штатов ракеты дальностью примерно 300 километров. Переговоры идут очень тяжело, очень сложно. Опять же, в Вашингтоне существуют большие сомнения относительно того, что стоит ли давать такие ракеты, потому что, по их мнению, применение такого рода оружия против целей на территории России, собственно, в тех границах, ну, в международно признанных границах России, да, то есть границах 91-го года, вот это может стать своего рода казус бейли в отношениях уже России и Запада, и стран НАТО. То есть в Москве могут сказать, ну вот теперь мы уже просто воюем с Западом, и уже Запад бьет по нашим исконным территориям. Хотя сейчас и оккупированные территории уже, наверное, скоро будут называться исконно-российскими, ну, бог с ними. Значит, говорят о том, что в ходе этих консультаций Киев готов дать гарантии американцам, что цели для этих ракет будут выбираться с участием представителей Соединенных Штатов или, ну, по согласованию с Соединенными Штатами. Вот такая информация действительно циркуляет. Я не знаю, вот просто не могу ответить на вопрос, является ли это официальной информацией, поступившей из официальных источников в Украине, или это, ну, какие-то утечки, но если утечки, то вполне правдоподобные. Ну, и тогда вопрос, конечно, который невозможно не задать. Сейчас весь мир держит руку на пульсе относительно ситуации с ядерным оружием. Много на эту тему тоже и спекуляций, и Россия тоже подает поводы для того, чтобы начали подозревать ее в возможности применения этого ядерного оружия. Что вы сейчас наблюдаете, что фиксируете? Действительно ли Россия ведет подготовку, какого-то, ее активно мобилизировали, вот эти вот силы, которые должны будут обеспечивать этот ядерный удар, тактическое ядерное оружие, как сейчас принято говорить? Ну, вот, вы знаете, вот эта надпись, которая появилась, значит, в «The Times» сообщает, что российский ядерный военный эшелон двигается к границам Украины. Ну, если прочитать статью в «Таймсе», то там сказано примерно следующее, как я понимаю. Значит, некоторый, некий польский аналитик, не помню его фамилию, посмотрел на видео, снятое и опубликованное российским телеграм-каналом «Рыбарь» или «Рыбарь», ну, такой довольно авторитетный, вот он, вот это видео, вот вы его показываете. И вот он увидел, что где-то, значит, какой-то вагон или какая-то платформа везет некое оборудование для 12-го главного управления Министерства обороны. Это 12-е управление, ну, 12-й глав, как его называют, это то подразделение Минобороны, которое занимается хранением и проверкой обслуживанием ядерных боеприпасов. Вот можно ли считать, можно ли назвать это российским ядерным поездом, который идет, или эшелоном, который двигается к границам Украины, честно говоря, я пока не знаю. Вот несколько дней тому назад, по-моему, это было то ли в субботу, то ли в воскресенье, Энтони Блинкин сказал, повторил известную фразу, которую постоянно говорят, американские должностные лица, мы пока не видим признаков подготовки России к использованию тактического ядерного оружия. Ну вот, это было, правда, значит, пару дней тому назад. Может быть, такие признаки появились. Другой вопрос, что аналитики, ну, в основном это гражданские аналитики, профессура академическая и некоторые отставные военные, но я думаю, что все-таки скорее это гражданская профессура, особенно в Соединенных Штатах, ну, очень много пишут на тему о том, что Россия может применить ядерное оружие. Действительно, может, об этом и Ллойд Остин сказал, да, мы считаем, что Путин может применить ядерное оружие, но может и применит, ну, вы понимаете, разница в формулировках очень значительная. Я бы сказал, жизненно важная разница. Таким образом, признаков, ну, пока, по крайней мере, не Американ, вот на данный час, насколько я понимаю, признаков подготовки нет, иначе об этом было бы сказано. Сказано либо, ну, либо президентом Байденом, который в таких случаях может высказать очень резкое предупреждение Путину, либо кем-то из его помощников. Но посмотрим. А что касается рассуждений о применении, о возможности применения ядерного оружия, ну, конечно, конечно, они обоснованы, но все они сводятся, в общем, к одному и тому же. Как только Путин почувствует себя загнанным в угол, ну, тогда вот он решится на применение ядерного оружия. Все, других аргументов нет. И эти аргументы часто сталкиваются с сугубо военным рассуждением. А против каких целей может применяться ядерное оружие в Украине? В каких количествах? В какой мощности? И самое главное, для чего? Либо для того, чтобы сломить волю руководства и народа Украины к сопротивлению, это называется модель Хиросимы. Ну, вот предполагается, хотя это далеко не так, если говорить уже про историю капитуляции Японии, но тем не менее, конечно, два ядерных удара по Хирошиме и Нагасаки, конечно, они изменили позицию, ну, подтолкнули тогдашнее правительство Японии к тому, чтобы капитулировать. Правда, тогда в Японии не знали, что других ядерных боеприпасов в Соединенных Штатах нет. Ну, это так к слову. Либо это оружие применяется для того, чтобы изменить ситуацию на поле боя. Но здесь возникает масса сложностей, потому что применять по войскам, которые находятся, ну, вблизи линии соприкосновения, это очень опасно. Можно попасть по своим. Российские носители, то есть крылатые ракеты и авиабомбы, они далеко не такие точные, как, наверное, думают в Кремле. Вполне можно и по своим войскам ударить. Второй фактор. А как будут реагировать Соединенные Штаты? Ну, этого никто не знает, но отставные военные, Дэвид Петриус и Бен Ходжес, люди, в общем, как я понимаю, достаточно близкие к военным кругам в Соединенных Штатах, находящихся на активной службе. Да, они говорят, ну, тогда Соединенные Штаты уничтожат российские войска на территории, на оккупированной территории Украины, в Крыму потопят этот самый Черноморский флот не ядерными боеприпасами, чтобы не провоцировать ядерную войну. Технические, да, возможности для этого у Соединенных Штатов есть, есть и вполне достаточно. Есть крылатые ракеты «Тамагах» морского базирования, которые находятся на американской авианосной ударной группе, и которые находятся в Восточном Средиземноморье, ну, постоянно там находятся. А там, помимо авианосца, там еще есть два ракетных крейсера класса «Тикандерога» и четыре, ну, как правило, четыре или пять эсминцев класса «Арлеберг». Ну, вот на эсминце, скажем, находится, ну, я так, там формально 96 пусковых установок «Тамагавков», но, видимо, там часть из них используется для других целей, для других ракет зенитных. Ну, примерно где-то 50 ракет такой эсминец может выпустить. Ну, считайте, порядка 200 ракет, плюс ракетные крейсера, два крейсера ракетных. Это порядка, порядка 300 крылатых ракет, которые вполне себе могут долететь до Крыма, могут долететь до других целей на юге Украины, и там наведут очень, устроят очень серьезные потери. А после того, как будут подавлены этими ракетами комплексы ПВО, могут вступить в дело и, скажем, ударные штурмовики, которые находятся на этом, на авианосце их, там, порядка 70, это F-17. Ну, тоже это очень серьезное оружие. В общем, там, конечно, российским войскам в этом случае не поздоровятся. Я думаю, что, ну, действительно, они будут в течение суток могут понести такие потери, которые восстановить практически уже невозможно. Вот, собственно, те дилеммы, которые стоят перед Путиным, и как он будет решать эти проблемы. Путин и, естественно, кто-то из его окружения, но мы можем только гадать и надеяться на лучшее. Юрий Евгеньевич, давайте с вами все-таки представим, что Путин решился на применение тактического ядерного оружия. Сейчас все об этом говорят, но, мне кажется, никто толком не понимает, как это может выглядеть в жизни. Ну, то есть, какой-то подводная лодка или военный корабль приплывают, запускают ракету. Куда она, по-вашему, может лететь? Ну, расстояние примерно, какое она может полететь? В какой регион Украины? Какая цель может быть у этого оружия? И какой поражающий эффект от нее? И возможно ли так, что, там, не знаю, вот это вот ядерное радиоактивное облако, оно улетит, не знаю, в Европу или улетит в Россию? Как это вообще на деле работает? Насколько это оружие имеет не только поражающий эффект от взрыва, но еще и поражающий эффект от, собственно, радиации и загрязнения окружающей среды? Ну, вы знаете, на деле есть только один исторический опыт ограниченной ядерной войны, это Япония, 45-й год. Значит, в Хирошиме погибло где-то, по-моему, порядка, сейчас не берусь называть цифры, но около 100 тысяч человек. Еще около 200 тысяч болели, сильно болели, многие померли лучевой болезнью. Значит, уровень поражения город был разрушен почти полностью, но главным образом благодаря тому, что городская среда, то есть постройки, дома были в традиционном японском стиле, это были довольно легкие деревянные конструкции, и в значительной мере они были уничтожены пожаром, который возник в городе после ядерного удара. Сценарии, которые были разработаны в ходе Холодной войны, когда две силы стояли друг против друга, НАТО и ОВД, вооруженные силы Североатлантического альянса и организации Варшавского договора, ну, скажем, хорошо известны сейчас планы ОВД. Просто в Чехии были опубликованы эти планы, и книжка была хорошая, очень одного чешского историка, в Польше, по-моему, тоже. Суть в следующем. Тактическими ядерными ударами должны были, войска ОВД должны были проложить себе путь через Федеративную республику в Германию, Бельгию, видимо, Австрию, и выйти для того, чтобы уничтожить узлы обороны. Не столько эти удары были предназначены для войск, которые находились вот в непосредственной близости от линии фронта, сколько они должны были наноситься на всю глубину территории ФРГ. Несколько десятков, видимо, где-то за сотню. Ну, разные сценарии были, но, тем не менее, порядка сотни ядерных боеприпасов предполагалось использовать. После этого войска ОВД по выжженной радиоактивной территории должны были выйти к французским границам. Соответственно, со стороны НАТО удары планировались по войскам второго эшелона ОВД, ну, то есть тем войскам, которые стояли где-то кислоцированы были на расстоянии там 100-200 километров от линии фронта. Ну, понятно, что вся центральная Европа превращается в радиоактивную пустыню после этого. Смысла в этом военного, честно говоря, я никакого не вижу, да и тогда, по-моему, и военные тоже. Они, конечно, говорили, но если будет дан приказ, мы, конечно, все это используем, все это будет делаться, но, в общем, смысла в этом никакого не было. Захватывать выжженную радиоактивную территорию, вы понимаете. Теперь, что касается Украины, наносить удары по войскам ВСУ, которые находятся вблизи линии соприкосновения, в зоне боев, это крайне опасная история, потому что можно попасть по своим. Я уже говорил, по-моему. Что касается поражающих факторов. Ну вот, есть модели, их можно найти в сети, сколько угодно. Ну, например, вот просто в качестве примера. Значит, если на крупный город падает ядерный боеприпас мощностью 20 килотонн, это чуть больше, чем в Херошиме, тем, значит, ядерный шар, так называемый, то есть зона сплошного поражения, разрушения, спекшаяся почва и так далее, примерно, это круг радиусом примерно 200 метров. Значит, на круг радиусом в один километр это серьезные разрушения. за пределами круга в один километр, ну, там уже разрушения легкие, уже, ну, стекла вылетают, ядерные, от ударной волны и так далее. Радиоактивные осадки, здесь все зависит от качества этого боеприпаса. Некоторые боеприпасы имеют повышенную радиоактивность, есть боеприпасы, имеющие повышенную, скажем, проникающую радиацию, создающие так называемые нейтронные боеприпасы, которые, значит, потоком нейтронов уничтожают, ну, фактически все живое на, ну, на достаточно большом расстоянии, где-то порядка километра, полутора, круг радиусом порядка, вот, полутора километров. Правда, говорят, что таких нейтронных боеприпасов в общем нет в арсеналах ни России, ни Соединенных Штатов, но ведь кто знает. Так что, да, удар, по, вот, удар, о котором я говорил, по крупному городу боеприпасам 20 килотонов, 20 килотонов, это примерно 100 тысяч погибших и примерно 300 тысяч пострадавших, ну, от разных поражающих факторов. радиоактивные осадки, да, образуются, куда их ветер принесет, куда будет быть ветер, туда они будут перенесены либо в Россию, либо в Черное море, выпадут вот так, достаточно серьезно. Ну, опять же, мало кто знает, каков будет эффект для человеческих организмов, потому что на ядерных испытаниях, да, были испытания, которые, в которых, ну, ядерные боеприпасы испытывались практически на людях, правда, не сам взрыв, но через, там, полчаса войска двигались через зону, через зону взрыва, такое был, такое известное испытание было в 54-м году в России, в Советском Союзе, прошу прощения, тогда Жуков его проводил, да, Екатур, ну, тут, ну, сказать, что вот даже несколько ядерных ударов по территории Украины, небольшой мощности, конечно, мощность, там, 20 килотонн или что-то в этом в этом в этом районе, ну, да, это серьезное разрушение, но это не, как я понимаю, это не приведет к капитуляции, ну, можно просто сравнить с, скажем, с опытом Второй мировой войны, ведь Германия была полностью уничтожена фактически бомбардировками союзных, союзной авиации, ну, англо-американской, практически полностью города, были, крупные города были разрушены, некоторые разрушены почти до основания, там, скажем, Гамбург, Дрезден, некоторые другие, да, имел, небольшие города были разрушены, но, тем не менее, ведь, посмотрите, до, до самого момента капитуляции ни немецкое общество, ни германское общество тогда, ни германская армия не прекращали воевать, они воевали. Спасибо большое, Юрий Федоров, военный эксперт, был в эфире популярной политики, отвечал нам на главные вопросы. Спасибо, что смотрите нас, для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас, оформите спонсорство или нажмите кнопку спасибо под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой и лично Путиным. Продолжение следует...